Всем огромный привет! Сегодня поговорим о первых пазлах для малыша. Какие лучше выбрать, на что обратить внимание при покупке. И также я покажу вам нашу коллекцию пазлов. В магазинах развивающих игрушек можно найти множество пазлов для любого возраста. Это и картонные, объемные, большие, маленькие, твердые, мягкие, книги пазлы. При выборе пазлов для ребенка нужно обратить внимание на размер пазлов и их количество, а также, конечно же, на качество материала. Вот. И самые первые пазлы, это у нас были из двух крупных элементов. Картон должен быть плотным, толстым. По бокам у пазлов не должно быть шершавых стыков, края должны быть гладкими. И давайте для примера я вам покажу пазлы. У нас было две коробки пазлов. Одна вот такая, с фикс прайсом, акси пазлы. Да, ну, хорошая цена за 45 рублей. И еще у нас была точно такая же коробка. Ну, точнее, фотку я вставлю. Сейчас я уже ее не нашла. И она стоила 250 рублей. Так вот, из фикс прайса оказались эти пазлы совсем неудачными, потому что они очень плохо состыковываются. Вот. Они у нас появились где-то в полтора года. Олеся их и погрызла, и помяла. Они гнутся. Не из плотного материала. Их очень плохо сложить. Они очень плохо состыковываются. И даже не держатся. Ребенку это очень сильно не понравилось. Она постоянно злилась на них. Так что это была неудачной покупкой. И вот пазлы, которые хорошие, качественные, твердые. Тоже погрызаны, но очень в хорошем состоянии остались. Они не гнутся. Реально очень-очень плотные. И они хорошо состыковываются. Вот. Разница колоссальная. Видите, эти пазлы из твердого, плотного картона. Они гладкие и хорошо состыковываются. Именно такие нужно покупать для малыша. Так что вот так. Если пазлы будут плохо состыковываться, ребенок быстро потеряет к ним интерес. Пазлы развивают и логику, и мышление. Они очень полезны для ребенка. Так что если у вас появились пазлы, обязательно показывайте ребенку, как соединять детали между собой. Играйте вместе с ним. И через некоторое время он сам научится это делать. Вот эти плохие оказались. Вот эти хорошие букашки. Далее в годик у нас появился вот такой вот логический сортер. Или сортер, как правильно поправьте меня, из натурального дерева. Вот. Называется веселая полянка. Здесь отверстия разной формы. И через них нужно опустить вниз соответствующую фигурку. И тоже, когда у нас появилась эта игрушка, вместе мы играли. Сначала я опускаю, например, солнышко, потом она опускает. Вот такая вот игрушка. Ну, это для прям совсем маленьких детишек до двух лет. Тоже хорошо развивает и моторику рук, и образное мышление, и внимание. У нас вот такой вот деревянный пазл. Тоже это для совсем-совсем маленьких. От года до двух лет. Ну, а если и сейчас может в это поиграть, вот такой вот деревянный пазл. Дальше поехали. Отдельная любовь. Это у нас кубики. Ну, я думаю, здесь все понятно. Объяснять ничего не нужно. Я думаю, многие такие любят. И вот самые простые. Это из четырех кубиков. Далее для маленьких крох это вот такая вот книжка-пазл. Здесь они легко достаются, эти пазлы. И можно собрать паровозик. Вагончики прицепляются. Вот таким образом все достаются, собираются. Если мы, допустим, захотим в это окошечко поместить корову с теленком, то у нас ничего не получится, потому что для каждого окошка нужно подобрать подходящий элемент. И так далее. Отдельная наша любовь это вот такие пластмассовые пазлы с животными, с геометрическими фигурами. Олеси до сих пор у меня любит в это играться. Здесь можно разные кубики составлять. Еще у нас были такие же, только из резинового такого плотного материала. Если я найду, фотку вставлю. По-моему, у бабушки мы отвезли. Сюда же в это видео отнесу вот такие вот пазлы. Это мозаика напольная. Тоже соединяются элементы. И можно какую-нибудь картинку получить. Подарили вот такой вот пазл Маше Медведь. Но здесь сразу скажу, неудачная картинка. Кстати, этот пазл магнитный. То есть мы его собираем на холодильнике. Либо на доске. У нас есть магнитная доска. Вот у нас на холодильнике магнитный театр. Три поросенка. Здесь тоже вот пазлы. Такой магнитный пазл, но он сам по себе какой-то тускловатый что ли. Короче говоря, не знаю. Как-то вот Олесь у меня не особо вот этот пазл любит. Хотя Маша Медведь, она раньше любила этот мультик. Так что вот, с этим пазлом мы не очень подружились. А вот этот наш любимый Винни-Пух. Когда покупаете такие пазлы, тоже обращайте внимание на материал. Потому что, например, этот магнитный пазл. Видите, он отклеивается. Очень такой некачественный. Как будто вот эту фотографию просто наклеили поверх вот этого вот материала. А тут сзади магнитная пленка. Пазл уже тоже он мягкий, но он очень качественно сделан. Здесь ничего не отклеивается. То есть все очень качественно сделано. Ребенку, конечно, и нравится больше играть с этим пазлом. Здесь он более красочный. И детали как-то легче находить. Вот это у Олеси любимый пазл. Она его просто обожает. Кстати, о любовь уже к таким пазлам вот большим у нас появилась где-то в два с половиной года. Коробки от пазлов у нас либо порвались, либо потерялись. Поэтому я храню всякие мелкие детали в таких вот пакетиках на молнии. Кстати, очень удобно. Самое главное, что я хотела отметить, что ребенку нравится такие собирать. Потому что их можно взять в ручку, там переносить. Далее отдельного внимания заслуживает вот такая вот игра цифры. Здесь ребенок учится не только цифрам, но и счету. Мне понравилось, что в этой игре вот такая лежит инструкция. И здесь она содержит очень много всяких различных вариантов игр разного уровня сложности. Тут и в прятки можно поиграть с этими пазлами, и цифры поизучать, и посчитать, научиться счету, и по порядку разложить, и найти, где съедобные, несъедобные, где... Короче говоря, с этими карточками и пазлами можно придумать просто массу игр различных. Что съедобное, несъедобное, допустим, разложить. Например, вещи, сделанные человеком. Классная игра, так что всем советую. Сделан очень качественно, хорошо пазлы состыковываются. Вот такая вот классная игрушка. В эти пазлы мы начали играть, когда Лесе исполнилось два года. Далее вот такая вот игра логика. Здесь уже малыш учится устанавливать логическую связь между предметами. В эту игру мы начали играть два с половиной года. Сначала я ребенку даю круглую карточку одну, потом даю на выбор 10-15 карточек, и ребенок должен подобрать четыре подходящих и присоединить так, чтобы они логически дополняли центральную карточку. Вот такая вот игра логика. Ну и здесь сразу скажу, что пазлы оказались не очень удачными, потому что здесь тонкие картоны, они очень плохо состыковываются. Вот, а ребенку это не очень нравится, потому что приходится помучиться сначала, чтобы их как-то соединить между собой. Вот, а так тоже с этими карточками и пазлами можно играть и в другие разные игры. Ну вот, вроде бы и все показало. Если видео для вас было чем-то интересным и полезным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал Анастасия и Флешка, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok